Здравствуйте! Возродить привлекательность профессии педагога, поднять ее на качественно новый уровень, признать особый статус педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность. Вот цель, объявленного президентом года педагога-наставника в 2023 году. Чем наставник отличается от учителя? Кто и может стать? Это и многое другое послужило темой для разговора. День наставника на Самара ГИС. Гость в студии Павел Сеников, директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества Ирбис городского округа Самара. Здравствуйте! Здравствуйте! Я прошу в начале программы рассказать вас о себе. Это уже традиционный мой вопрос в цикле этих программ. Ну и, конечно, когда в новый руководитель Центр. Добрый день, уважаемые зрители! Центром детского творчества Ирбис я работаю с 1495 года в качестве педагога дополнительного образования. Как бы свою трудную деятельность я там продолжил в качестве зайдущего отделом спортивным, техническим. Потом был заместительный директор по учебно-воспитательной работе. И в 2006 году как бы со мной заключили трудовой договор с директором образовательного учреждения. И в 2006 года я руковожу Центром Ирбис в качестве руководителя и развиваю наш Центр по самым разным направлениям. По каким здесь, конечно, стоит упомянуть? Вот, конечно, у нас Центр многопрофильный. Направленностей достаточно много. Это спортивно-техническое, естественно, научное. Это экологи-биологические, все возможные направления. Это также, конечно, у нас кружки, которые по интересам, это социально-педагогическая направленность. В общем-то, с того момента, как я начал руководить Центром, количество детей, охват увеличился более на тысячу. Сейчас у нас охват детей, это около трех тысяч детей по всему Кировскому району и по городскому округу Самара. Работает более 68 педагогов дополнительного образования. Штат общий 90 человек. Ну, конечно, чем отличается Центр Ирбис от других учреждений дополнительного образования в нашем городе? Ведь, согласитесь, у каждого Центра дополнительного образования есть своя изюминка. Какая она у вас? Ну, основные направления, которые действительно мало встречаются в Центре дополнительного образования, это, конечно, техническое творчество есть, это электронструирование, робот-техника, это туристко-краеведческая направленность, это спортивный туризм, это, естественно, научная направленность, касающаяся всевозможных проектов, связанных с астрономией. Вот. Это исследовательская деятельность, касающаяся научной направленности по экологии, по биологии. Это интересные проекты, касающиеся шахматного образования. У нас достаточно много специалистов, которых, в общем-то, хорошую команду удалось мне собрать на протяжении, в общем-то, моей всей работы. Вот. Это специалисты и судьи высокой категории по шахматам, это и кандидат мастера спорта по шахматам. Вот это шахматное образование, направление очень сильно развито. Плюс к всему, хорошее направление, достаточно уникальное, это вот касающееся собаководства. То есть есть спортивное собаководство, и также есть кинология, это хендлеры, то есть это выставка и участие, всевозможность в соревнованиях, подготовка собак к различным мероприятиям и подготовка к правильным поведениям на улице и поведениям в жизни. Слушайте, ну действительно, интересные вещи рассказывайте. Скажите, а вот система дополнительного образования, ну она говорит сама за себя, дополнительное образование. А помогло ли ваше дополнительное образование, которое дает Центр Ирбис, определиться с профессией кому-то, вот действительно, если есть такие примеры? Ну вот, конечно, действительно, дополнительное образование помогает определиться детям с профессией будущей. Это касается как раз направлений туристско-раевических, где дети, в общем-то, обучаются АЗАМ, возможности, как бы, ну, нахождения в естественной природе, когда они должны, в общем-то, научиться сами себя обеспечивать, когда какая-то случается экстремальная ситуация, и они могут себе позволить где-то, в общем-то, применить свои навыки, касающиеся всевозможных эвакуации, там, с домов, где-то на природе, если они потерялись. То есть это подготовленные дети, обучающиеся, которые смогут в дальнейшем, в случае каких-то непредвиденных ситуаций, найти себя. И эти же дети, как раз обучающиеся в дальнейшем, идут как бы по профессии в МЧС, то есть это как раз к кроевической направленности. Плюс ко всему, это вот как раз дети, которые, в общем-то, занимаются естественно научной направленностью, то есть они в дальнейшем идут по профессии, в общем-то, на учителей биологии, на учителей, которые связаны с, естественно, научной направленностью, на исследовательскую часть, на медицину идут. Интересное, конечно, направление, это касается, прежде всего, тоже шахматное образование, где потом дети, которые воспитываются и проходят обучение у нас в центре, они в дальнейшем становятся педагогами по направлению шахмата, что, в общем-то, очень важно и действительно необходимо в нашем городском округе Самаряда и, в принципе, в образовании, что позволяет логику и достаточно сильно развивать ребенка, помогает и в учении, и в физике, и в математике. То есть, вот то, что касается, опять же, собаководства, то есть дети, которые проходят эти курсы, они дальше в дальнейшем специализируются именно на подготовке к собакам, то есть с ними тренируются, это действительно, которые смогут в дальнейшем дети пойти работать кинологами по своей профессии, ну и создать свои, в общем-то, частные образовательные учреждения, которые могут пригодиться для совершенствования других детей, которых находятся в образовательном округе. Спасибо большое. Я сейчас предлагаю перейти к основной теме нашего разговора. Поговорим о наставничестве. Ну, во-первых, кого считаете лично вы своим наставником? Ну, в общем-то, когда тоже возник этот вопрос у меня в голове, я анализировал и думал, что, конечно, прежде всего наставником являются у меня мои педагоги, ну и прежде всего, конечно, это, естественно, родители мои, это были первые наставники, вот, они были мои тоже педагоги, это как раз вот моя мама, в общем-то, Нина Федоровна Заборская, она педагог по альпинизму, по туризму, вот, и мой папа тоже, он тоже занимался горным туризмом и занимался инженерно-техническим направлением. И, в общем-то, это определило мое, в общем-то, направление, которое дальше, в дальнейшем начало развиваться. Это, в общем-то, я стал специалистом как педагогом дополнительного образования и по туризму, и по шахматам, вот, это дополнительные направления, которые у нас также в центре развиваются, да, вот, и, конечно, по техническому направлению, потому что я закончил космический университет, пятый факультет, что позволило мне в дальнейшем освоить все возможные моменты профессии, это касающиеся робототехники, IT-технологий, которые мы развиваем в центре, и в них я тоже разбираюсь. Плюс к всему, конечно, наставники в дальнейшем, кроме родителей, которые, в общем-то, меня достаточно долго продолжали наставлять, потому что, в общем-то, Нин Федоровна, она являлась и руководителем центров, где она очень много подсказывала мне в дальнейшем, каким образом нужно работать с коллективом, как его нужно набирать, как нужно развивать, где нужно обратить внимание на самые интересные моменты в общении с коллегами. Ну и, конечно, это, прежде всего, педагоги, которые воспитали меня в шахматном направлении, то есть это и Ирина Витминова-Укьянова, педагог дополнительного образования, который раз поработал в центре более 20 лет, вот, и воспитал сумасшедшее количество воспитанников, которые в дальнейшем занимаются и шахматами, и успешно реализуют себя сейчас в разных областях, в общем-то, нашей Российской Федерации, и реализуют шахматное образование в разных точках, создали свои шахматные школы. Это, конечно, и Петр Васильевич Гординарь, тоже шахматный специалист, педагог, который работает сейчас в спортивном клубе «Водья», вот, департамент физкультуры и спорта. Это, конечно, и директора, директора учреждений, которые постоянно тоже меня, как бы, консультировали. Они были рядом со мной, они где-то подсказывали какие-то важные моменты, касающиеся, прежде всего, работы с коллективом в каких-то важных приоритетных направлениях. Это, конечно, Павел Борисович Панович, это Горшкова Наталья Сергеевна, вот, ну, это, конечно, Иванов Сергей Евгеньевич, вот, и Гриньев Анатолий Николаевич. В общем-то, все эти вот четыре человека, они достаточно важную роль в моей жизни играли, постоянно, в общем-то, мы с ними на контакте, и очень к ним отношусь приятно, и, как говорится, в дальнейшем хотелось бы, чтобы дальше мы так же общались, как и сейчас. Ну, то есть, с наставничеством вам по жизни повезло, я так полагаю, но опыт собственного наставничества у вас есть? Может быть, есть какие-то достижения в этой роли? Конечно, действительно, помог, как бы, эти специалисты, которых я называл, они очень сильно мне продолжают помогать, но и я, конечно, действительно, как специалист, который работаю в центре, в общем-то, действительно, тоже имею свои достижения в этом плане, но, прежде всего, они, как бы, можно о них сказать в рамках того, что я руководитель этого образовательного учреждения, потому что, как вы прекрасно понимаете, в общем-то, чтобы набрать новый коллектив, чтобы его усовершенствовать, чтобы приходили новые кадры, нужно, в общем-то, чтобы сам директор, руководитель был заинтересован в этом, чтобы у него было желание продолжать, чтобы у него были такие, там, качества, как коммуникабельность и имение желания передавать свой опыт, а так, каким я обладаю, и, конечно, действительно, на протяжении, в общем-то, с 95-го года Саша очень большой, и разные специалисты приходили к нам в центр, и многие из этих специалистов, я замечу, продолжили образовательный процесс, образовательный процесс в качестве того, что они совершенствуются и продолжают свое, именно, совершенствование в образовании. Это очень меня радует, потому что, на самом деле, это, наверное, одна из целей, по большому счету, моей жизни, что, когда приходит специалист, а если это в идеале и наш еще воспитанник, да, центра, он смог продолжить себя как специалист и в школе, и в дошкольном образовательном учреждении, и в центре дополнительного образования, в качестве методиста, заместителя директора, а, может быть, это даже люди, которые продолжают работать и в системе департамента образования, и министерства. Такие у нас есть люди, в общем-то, достаточно успешные, и как раз которых, в общем-то, я принимал в тот момент, когда меня, в общем-то, назначили руководителем. Это вот Киркасян Ольга, Артюшина Анна и Сураева Анастасия. То есть это вот люди, которые до сих пор работают в системе образования, и они как специалисты себя реализовали, вот, и они их много знают, и это очень приятно, что именно молодые специалисты. Ну и, конечно, это в рамках наставничества можно еще сказать, что, в общем-то, такой, ну, немалую роль и такую деятельность мы проводили, когда, в общем-то, у нас совет директоров. Вот в рамках совета директоров технического профиля мы общались и сотрудничали с директорами учреждения дополнительного образования от департамента образования, в общем-то, когда я был, выполнял роль председателя этого совета, вот, много очень было информации всевозможной, которой мы с другом делились, консультировали, подсказывали, и по телефону, и лично, и по почте, вот. Таким образом, конечно, мы прежде всего достигали то, что у нас была хорошая команда, и, в общем-то, все моменты, которые возникали у молодых директоров, в общем-то, мы помогали им эти проблемы решить, и, как бы, педагог, как бы, и как руководитель становился более уверенным в том, что у него все правильно, какие-то ошибки, которые возникают при проверках. В общем-то, вот этот вот совет давал многое нашим новым специалистам, которые приходили, и мы им помогали. — Скажите, а вот все-таки кто такой наставник, на ваш взгляд, чем он отличается от учителя? И все-таки кто может стать наставником? Вот вы общаетесь со своими коллегами, со молодыми специалистами, которые приходят к вам работать в центр, вот уже своим опытным, профессиональным взглядом вы видите, что вот этот педагог способен стать наставником, и это случится, ну вот, буквально сразу. — Ну, в общем-то, прежде всего, нужно сказать, что кто такой наставник, да? Вот это прежде всего учитель, можно сказать, который, кроме того, что дает знания, он дает возможность на практике реализовать те вопросы и моменты, которые могут возникнуть у специалиста. Вот, то есть подсказать, какие формы и методы нужно, например, реализовать для того, чтобы реализовать ту образовательную программу, по которой он собирается работать, да? Подсказать, какие формы и методы нужно общения с родителями, да? Вот, то есть это очень важный момент для каждого специалиста, который приходит в центр, приходит в школу, приходит в дошкольное образовательное учреждение, то есть он чувствует поддержку, и этот человек максимально быстро попадает в коллектив, то есть он чувствует, что он в нем находится, что его в нем приняли, вот, и это благодаря только наставникам, которые находятся в коллективе. Конечно, большую роль здесь играет руководитель, который, прежде всего, как я уже говорил, заинтересован в каждом сотруднике, потому что любой специалист, даже достаточно молодой, там, пожилой возраста, это новый специалист, который должен влиться в коллектив. Вот, и, конечно, первый наставник – это руководитель, потому что специалистов, как всегда, ну, можно так сказать, что есть проблемы с набором, да, их не хватает. Но при этом тот человек, который находится, кроме руководителя, рядом с этим специалистом, а он обязательно есть, потому что, как бы, все-таки администрация центра и сам руководитель над этим работают, то есть у нас есть программа наставничества, и, соответственно, он рядом с ним находится большее время, чем руководитель, и сотрудник обретает более уверенность в реализации своей программы, набора детей, при школах, при центрах дополнительного задания, потому что наши программы реализуются в разных образовательных учреждениях, и дошкольных, и общеобразовательных, и даже в вузах. А вы можете привести, ну, вот какой-то реальный, реальный пример с вашей работы, с вашей деятельности, вот когда наставник действительно помог молодому специалисту, может быть, в работе с детьми, в воспитании ребенка, может быть, в работе с родителем, а может быть, он так преподал свою программу, что ребенок действительно выбился в лидера, такое тоже возможно, почему нет? Ну, во-первых, конечно, такие примеры и присутствуют, и даже конкретный пример, когда, например, мы говорим о молодых специалистах, которые приходят в центр дополнительного задания ИРБИС, и они обладают уже определенными знаниями, и в IT-технологиях хорошо ими владеют, но, в общем-то, то поколение, которое сейчас работает, предположим, и уже недостаточно обладевает этими знаниями, мы, в общем-то, делаем для них небольшие типы семинаров, то есть внутри самого учреждения эти же специалисты молодые, которые приходят, они начинают обучать более взрослых коллег, и это конкретный пример того, что, получается, один наставник… Наставничество в действии. Да, да, наставничество в действии, действительно, и что, получается, в общем-то, в центре именно возникает дополнительная коммуникабельность между коллегами, то есть уже не один на один, когда работает коллега с каким-то наставником, а уже с целым коллективом. Естественно, мы таких специалистов молодых как бы поощряем за такую деятельность, это, в общем, прослеживается в стимулирующей части, созданы специальные баловые системы, где отмечается эта работа. Вот, конечно, делаются все возможные моменты, касающиеся кроме баловой системы. Это участие в соревнованиях, это соревнования в конкурсах, которые позволяют нашему наставнику и наставляемому участвовать в этих мероприятиях. Ну и, конечно, мы можем не забывать, что очень важный момент, кроме того, что есть педагог-наставник, педагог-педагог, есть еще и педагог-учащийся, и учащийся-учащийся. Вот в нашей Центре дополнительного образования тоже развито это направление, и это хорошо прослеживается в всевозможных беседах, всевозможных конкурсах, соревнованиях, которые действительно каждый воспитанник, в случае, если разновозрастные даже, в общем-то, группы, и даже если одновозрастные, когда ребенок приходит в коллектив, и ему нужно помочь влиться в соревновательный какой-то цикл или просто в обучении, то есть как раз те старшие ребята, которые как бы волонтеры, которые занимаются этой деятельностью и, в общем-то, привлекают максимальное количество других тоже заинтересованных обучающихся. Скажите, наставничество комфортное в вашем Центре? Оно не в тягость наставляемом? В Центре Ирбис, конечно, наставничество, конечно, очень комфортно, потому что, как же, в общем, коллектив, он заинтересован в том, что пришли новые специалисты. Когда приходят новые специалисты, появляются новые интересные направления, появляются, в общем-то, новые проекты, появляются, вообще как бы по-новому хочется творить, и Центр начинает дополнительно еще оживать, если этого действительно не хватает. За счет чего получается, что комфортно работать с педагогу-наставником? Ну, за счет того, что, во-первых, эти люди, которые работают в Центре, у них есть желание отдать свой опыт, у них есть желание отдать свои какие-то накопленные результаты, которые у них уже есть, другим людям передать их. И это позволяет им дальше, в общем-то, жить и творить. То есть это именно вот такое вот чувство наставничества, оно особо важно, кроме того, что они помогают им и целеустремленность дать, и коммуникабельность в коллективе, подсказывают, где как бы дополнительно можно какие-то бонусы получить в работе. Но главное, что они их поддерживают и дают возможность им дальше трудиться и работать совершенно в разных направлениях, не только узко в том, что как будто они там вот были только в одном направлении работы, когда приходили в Центр. Ну, разумеется, когда приходит, устраивается молодой специалист к вам на работу, вы лично проводите собеседование. Скажите, а когда приходит уже опытный педагог и говорит о, может быть, своей программе наставничества, всегда ли она адаптируемая под ту среду, в которой ему придется работать? Когда приходит новый специалист даже с опытом работы, как бы из моего опыта, я могу сказать, что все равно есть те моменты, которые хочется внедрить и даже в наш Центр, казалось бы, уже где невозможно что-то добавить. Когда приходит специалист, его всегда слушают, с ним общается целый коллектив. То есть вот нам пришел специалист, мы работаем 4-5 человек сразу, выслушиваем все интересные направления, которые он нам предлагает. Мы их учитываем в дальнейшем работе, добавляем их в программу работы с наставничеством, в программу развития Центра, добавляем в план работы мероприятий. Эти мероприятия предлагаем на уровне департамента образования, как вот, например, в общем-то, у нас есть направление, как раз я рассказывал, о кинологии. То есть у нас есть желание добавить соревновательный цикл по собаководству тоже в рамках департамента образования. Много было добавлено соревновательного цикла по шахматному образованию, по, естественно, научной направленности были добавлены в свое время олимпиады в департамент образования, среди школьников по астрономии. Как раз то, что занимается Центр дополнительного образования Ирбис, то есть создан сайт свой, создана площадка. В общем-то, когда приходят новые специалисты, мы всегда надеемся на то, что мы сможем открыть новые проектные площадки, которых он как раз сможет защитить себя в рамках стратегии развития до 2025 года образования. Это при Центре развития образования мы защищаем свои проекты. Вот в этом году мы также при помощи, ну, по большому счету, новых специалистов, которые к нам пришли, реализуем два новых проекта, касающихся, прежде всего, естественно, научной, технической и физкультурно-спортивной направленности в рамках городского округа Самара. Вот. И в предыдущем году мы также два проекта реализовывали. То есть Центр старается идти в ногу со временем и, как бы, можно сказать, ну, использовать, можно так сказать, в кавычках, специалист, который приходит к нам новый, и его все идеи внедрять в образование, чтобы, как бы, смогли поучаствовать дети и обучающиеся школ, дополнительное образование, и не только городского округа Самара, но также и области. Слушай, вас, я делаю для себя вывод, что у вас работает высокопрофессиональный коллектив. Скажите, а каждого ли сотрудника вы можете назвать педагогом-наставником с большой буквы этого слова? Действительно, я все-таки считаю, что можно назвать каждого сотрудника в Центре педагогом-наставником, потому что если такого, если у специалиста и такого человека нет желания кого-то чему-то учить, то ему и тяжело будет преподавать это обучающимся. Вот. У них у всех есть желание кому-то что-то подсказывать, кому-то что-то научить. Вот. Это касается в любом направлении и, в общем-то, и физкультурно-спортивной, естественно, научных направленностей. Вот. Технических. Это у нас таких вот, например, специалисты приходили. Вот одна, один педагог, который сейчас вот работает у нас, Бусарева Оля, она как раз пришла из родителей. Вот. То есть ее же специалиста Куликова Екатерина пригласила, то есть дети занимались ее у нас в Центре дополнительного обладания по роботтехнике, и она пригласила ее попробовать поработать в наш Центр. Она прошла с обисследования и сейчас достаточно успешно преподает в Центре Ербиса, в дошкольном образовании учреждений. То есть это говорит о том, что я считаю, что все равно не может педагог быть не наставником, по сути, потому что он работает с детьми. Спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Благодарю вас за интересную беседу, за ваши компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «День наставника» на Самара ГИС. Всего хорошего. До свидания. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова